Это очень ответственная работа. И помочь психологически поддержать людей. Человеческое отношение к людям. То есть, как ты встретил пассажира, как он проедет с тобой. Он не подозревает о том, что он придет, и ему нагрубят или еще что-то. Нет, ты должен приветливо встретиться. Ну, очень много нужно знать именно в теоретической части, потому что это безопасность, это безопасность движения. Прежде всего, мы отвечаем за, так сказать, за жизни пассажиров. Мы должны их оберегать, создавать им уют, чтобы им было комфортно проехать от своей станции назначения до конечной станции. Как полноценный проводник я поехала в рейс. Это был Могилев-Брест. Он был ночной. Было очень тяжело, потому что нужно было ехать целую ночь, не спать. А я как молодой специалист пришла, мне было очень тяжело. Но со временем я пришла, я знала, чего я хочу, и я преодолела это, и это все вошло в привычку. И вот уже добилась того, что езжу на международном рейсе Могилев-Львов. Мне очень нравится. День секретов нет, это просто нужно самому приловчиться к этому, привыкнуть. То есть, из тебя это никто не сделает в любом случае. Ты понимаешь, что тебе нужно, и все. Ну, есть рейсы, в принципе, где ты не работаешь целую ночь. Ну, в общем, ты поработала, потом тебе все-таки дают время отдохнуть, ты отдыхаешь, и опять с новыми силами ты заступаешь в смену, высаживаешь пассажиров, садишь ночью. Было бы это три часа ночи, четыре люди пришли, им нужно доехать. Ну, я ем сладкое. Мне сладкое поднимает настроение. Потом приходишь на работу, как-то настрой сам собой происходит, и понимаешь, что, опять же таки, с тебя работать никто не будет, тебе это нужно. И приходят люди, здороваются, с тобой улыбаются, и как-то настроение само собой нормализуется, и все хорошо. Я сама задаюсь этим вопросом. Ну, это, наверное, просто такая закономерность. Как проехать в поезде, не попить чая с шоколадными вафлями, то же самое, что и проехать в поезде, не съесть вареное яйцо с курицей. Это просто без этого, ну, это, наверное, да, такая вот все-таки атмосфера железной дороги, что на дальних рейсах. Да, это очень цепляет пассажиров. Им безумно нравится, когда я им приношу чай в подстаканниках. Особенно, если люди ездят очень редко, и они считают, что уже в поезде нет такой посуды. И когда они заказывают чай, приносящий чай в подстаканниках, они начинают фотографироваться, снимать это. Для меня это комфорт. Комфорт, который для наших пассажиров создает их окружающий коллектив. Когда они выходят очень довольны этим, очень квалят нашу белорусскую железную дорогу. И мне, как проводнику пассажирского вагона, это очень приятно слышать. Редактор субтитров А.Семкин